С тех пор, как Рапунцель покинула свое родное королевство, отправившись на поиски волшебного судьбоносного опала, жизнь принцессы перестала быть такой легкой и беззаботной, какой являлась прежде. Однако нужно отдать должное, что все трудности, с которыми ей пришлось столкнуться за время своего путешествия, начиная от многочисленных злодеев и опасностей, и заканчивая серьезными конфликтами с близкими друзьями, наша героиня, движимая целью принести в наш мир спокойствие, вынесла стоически. Потому как знала, что от ее храбрости и выдержки напрямую зависит успех того праведного дела, которое ей предстояло совершить в конце пути. К сожалению, в самый ответственный момент, когда Рапунцель уже была готова выполнить свою благородную миссию и объединиться с таинственным опалом, ее верная подруга Кассандра решила присвоить всю силу лунной капли себе, тем самым лишив нас шанса увидеть главный исход истории. Я пыталась тебя предупредить. Нужно осторожней выбирать друзей. Впрочем, несмотря на то, что нам так и не показали, что могло бы произойти дотронть Рапунцель до этого камня, кажется, мы смогли найти ответ на этот вопрос. Чтобы теория была простой и доступной вашему пониманию, предлагаем сначала выяснить тайну происхождения знаменитых солнечной и лунной капель, а также разобраться с их главными свойствами. Как вы помните, в пилотном эпизоде мультсериала под названием «Дорога к мечте» Рапунцель вместе со своей новообреченной подругой Кассандрой обнаружила таинственные черные камни, которые, стоило только принцессе подойти к ним вплотную, тут же начинали ярко светиться. На тот момент, конечно, зрители совершенно не удивились случившемуся, посчитав по всей видимости, что красивое голубое сияние, исходящее от каменных глыб, является их обычной реакцией на каждого приблизившегося к ним человека. Тем не менее, впоследствии выяснилось, что причина, заставившая камни излучать свет, кроется в их тесной связи с Рапунцель, начало которой было положено еще задолго до рождения самой принцессы. Так, тысячу лет назад, в результате неназванного космического происшествия, на планету упали две капли, обладающие удивительными магическими свойствами. Первая, солнечная, приземлившаяся неподалеку от королевства корона, отличалась невероятной целительной силой, а также являлась источником вечной красоты и молодости. Он обладал чудесной силой, исцелять больных и раненых. Вторая же, лунная, напротив, обладала негативной энергетикой и несла земным жителям всевозможные беды и страдания, отбирая их жизнь и ломая судьбы. Если вы смотрели оригинальный мультфильм, то, несомненно, знаете, каким образом Рапунцель получила свои удивительные силы, а если нет, то мы вам расскажем. Когда-то давно мать нашей героини смертельно заболела, но из-за целительных свойств необычного цветка, выросшего, собственно говоря, на месте солнечной капли, быстро поправилась. Произведя вскоре на свет прекрасную девочку с длинными золотыми волосами, которая вобрала в себя удивительные свойства волшебного растения. Что же касается лунной капли, то, достигнув поверхности нашей планеты, она превратилась в завораживающий красоты опал, который, в свою очередь, создал вышеупомянутые черные камни с целью отыскать свою потерянную солнечную сестру. Поскольку же Рапунцель оказалась сама того неведая хранителем ее силы, черные камни почувствовали это и отреагировали на появление принцессы характерным сиянием, запустив при этом цепь невероятных событий, заставивших нашу героиню в итоге отправиться на поиски взывающего к ней лунного камня. Как будто камни хотят указать нам дорогу. Камень, как мы упоминали выше, представлял собой сущее зло, поэтому на протяжении веков он охранялся братством, члены которого поклялись защищать человечество от его дурного влияния. Тем не менее, доблестным стражам не удалось уберечь темный артефакт, и в финале второго сезона он попал в руки Кассандры, которая, вобрав в себя всю его огромную разрушительную мощь, стала носителем страшной силы, способной уничтожить все живое. Теперь, когда мы с вами освежили в памяти все ключевые моменты сюжетной линии мультсериала, давайте постараемся выяснить, каким образом будут развиваться его дальнейшие события, а также чего именно нам ждать от финала картины. На протяжении двух предыдущих сезонов мультсериала, создатели истории неоднократно давали зрителям понять, что былой порядок и баланс, торжествовавший много веков назад в нашем мире, не будут восстановлены до тех пор, пока две волшебные капли вновь не сольются воедино. Уверена, если соединить цветок с камнем, это нейтрализует его силу, но я не знаю, что произойдет с тобой. Так, в сцене, повествующей историю происхождения чудесных небесных капель, мы можем с легкостью рассмотреть знаменитый китайский символ, объясняющий, почему две капли, упав на землю, тут же начали искать друг друга. Согласно вышеупомянутому символу, все противоборствующие силы, такие как добро и зло, свет и тьма, мир и хаос, неразрывно связаны друг с другом, и не могут существовать по отдельности, поскольку в противном случае гармония вселенной будет нарушена. Каким образом? Сейчас объясним. Возьмем, к примеру, животворящую солнечную каплю, дарующую здоровье, красоту и молодость. Каждый человек, наверняка, хотя бы раз задумывался о том, как бы было здорово, если бы люди никогда не умирали, не подозревая при этом, что обратной стороной вечной жизни неизбежно стали бы перенаселение, нехватка ресурсов, голод и бесконечные войны. Что же касается лунной капли, то и она, в свою очередь, не смогла бы в одиночку наладить процессы, поддерживающие естественный круговорот вещей в природе, поскольку ее разрушительная сила для этого попросту не предназначена. Соответственно, делаем вывод, что только вместе, дополняя и уравновешивая друг друга, солнечная и лунная капли способны принести в наш мир утраченный баланс. То же самое, как вы понимаете, относится и Крапунцель с Кассандрой. Теперь, когда светлая жизнерадостная Рапс и серьезная строгая Кэс являются источниками двух абсолютно различных по своему свойству энергий, они больше не могут обходиться без помощи друг друга. Исходя из всего вышесказанного, можно заключить, что главной темой третьего сезона мультсериала станет восстановление былого согласия и доверия между подругами. Однако, загвоздка заключается в том, что Кэс по какой-то неведомой причине всей душой ненавидит принцессу. Я не служанка. А, я думала, придворная дама, ты и есть служанка. В связи с чем, на слишком быстрое и гладкое примирение девушек, оказавшихся по воле судьбы половинками одного целого, нам с вами рассчитывать не приходится. Тем не менее, в финале истории нашим героиням все же придется наступить на горло собственной гордости, простить друг другу все обиды и начать действовать сообща. Дабы помешать черным камням, нацеленным любой ценой объединить лунную и солнечную капли, уничтожить все живое на их пути. Конечно, многих из вас наверняка интересует вопрос, что произойдет, когда девушки, наконец, сплотят свои силы. Останутся ли они целы, или же невероятная мощь двух капель приведет к их гибели. На самом деле, страх зрителей за дальнейшую судьбу девушек не безоснователен, потому как в истории существует множество примеров того, как люди мучительно страдали от внезапно обрушившейся на них силы. Взять хотя бы короля Эдмунда, последнего хранителя лунного камня, который чуть было не лишился жизни в результате воздействия на него его магических свойств. Я чудом уцелел, но не всем повезло так, как мне твоя мама. Тем не менее, учитывая тот факт, что в короткометражном мультфильме, являющемся, между прочим, прямым продолжением рассказанной в мультсериале истории, Рапунцель цела, невредима и счастлива, мы можем сделать вывод, что подружкам удалось исполнить свое предназначение самым, что ни на есть успешным образом. В любом случае, чтобы не быть голословными, предлагаем вам вместе с нами обратиться к 20 серии второго сезона, в которой лорд Демонитус дает ответы на многие интересующие зрителей вопросы. А также самым, что ни на есть подробным образом, рассказывает, что произойдет, когда силы солнечной и лунной капель сольются воедино. Так, в результате соприкосновения светлой и темной материи, по словам мужчины, заключенного в тело обезьяны, будет высвобеждена великая сила, управлять которой сможет только тот человек, чья душа и помыслы отличаются чистотой и благородством. Если же силы попадут в плохие руки, то все живое будет автоматически обречено на смерть, потому как злодей, преследующий свои интересы, будет прибегать исключительно к черной стороне своих новоиспеченных способностей, тем самым лишая мир гармонии и разрушая его целостность. Теперь, когда мы с вами знаем, что случится, когда солнечная и лунная энергия начнут взаимодействовать друг с другом, остается только выяснить, кто именно станет той личностью, которая унаследует великую силу двух капель. К вашим услугам! Ответ на волнующий нас вопрос, как ни странно, может дать та самая короткометражка, о которой мы упоминали выше. Как вы можете заметить, на момент событий, описанных в данном ролике, Рапунцель больше не является обладательницей длинных волос, что в свою очередь может говорить только об одном. Она не стала властителем той силы, о которой рассказывал Демонитус. Соответственно, человеком, унаследовавшим тар золотого цветка и лунного камня, стал некто другой. Кто именно, догадаться нетрудно, так как претенденток на могущественную волшебную силу было всего две. Да, вы все правильно поняли, скорее всего, именно эта черноволосая девушка получила власть над всем живым и неживым. Долгое время фанаты гадали, почему все-таки Кассандра не явилась на свадьбу Рапунцель. В конце концов, решив, что причиной этому послужило ее гнусное предательство. Однако, сейчас, взглянув на ситуацию под другим углом, мы можем с уверенностью сказать, что Кассандра не пришла к Рапунцель, потому что стала хранительницей всего человечества. В связи с чем, на нее обрушилась огромная ответственность, из-за которой у девушки совершенно не осталось времени на простые человеческие радости.